Студия 89,9. Концертный зал. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. В эфирной студии Роман Шахов. Четверг в 18.00. По традиции, в это время у нас живая музыка. И сегодня, конечно, не исключение. Итак, в концертном зале сегодня команда под названием Мохито. Ребята, я вас приветствую. Всем-всем-всем большой привет. Сашенька Стрельцова и Александр Юрьевич Нехворос. Ребят, привет. Как вы поживаете? Рассказывайте. Мы поживаем просто замечательно. С учетом того, что сегодня четверг, самый пробочный день Москвы. Прям великолепно. Что у нас с Масленицей? Расскажите. Блины печете, поедаете? Обязательно. Прям на днях буквально. Так как я все-таки слежу за своей фигурой. Безусловно, за что тебе огромное спасибо от нас, твоих поклонников. Спасибо и вам за то, что цените. В общем, ну как бы три блина можно за день. Целых три? Целых три. Со сгущенкой? Нет, не со сгущенкой, а с медом. Три за раз, и потом еще три, и потом еще три со сгущенкой. Молодец. Вот, понимаешь, вот это да. Мы с вами общались, когда вы к нам приходили в декабре, и хвастались вы, что собираетесь на гастроли в саму старушку Европу, в Германию. Yes, of course. Расскажите, как там все было, что интересного? Ну, у нас там периодически, то есть мы туда, условно говоря, ездим уже третий год подряд. Ну, в этот раз что вот было? В этот раз, ну, все как обычно, вечеринка, тусовка, всем весело, хорошо. И без драк не обходится, вы знаете. Русскоязычная публика приходит или... Естественно. Только русскоязычная. Только русскоязычная. Ну, в основном, да. Ну, хотя они... Немножко турок, немножко немцев. Они не совсем, вот я бы сказала, русскоязычные, да? То есть они вроде бы русские, но некоторые даже уже не понимают по-русски. То есть когда я выхожу на сцену, говорю, всем привет, они на меня так смотрят, как будто не понимают, что я им говорю. И надо сказать там, вот он так. Что порадовало, что понравилось вот там вот, расскажите. Сервис. Так, сервис. Ну, в смысле, там вообще все очень классно организовано, для людей все очень... Добрые люди, люди друг другу доверяют. Вот что понравилось. Мне... Меня вот впечатляют всегда вот эти улочки европейские, да? То есть и Германия ничем не отличается. Когда ты идешь так уютненько, такие домики. Уютненько. Это у тебя не Америка, где все. Аг.г., да? Там, да. Американская мечта. Ну вот, так что красиво. Улучшевые люди. Все друг друга улыбаются. Там даже если что-то мы не понимаем друг друга там с кем-нибудь, то с помощью улыбки и жестов, условно говоря, обязательно как-то вот найдется взаимопонимание и диалог какой-то там. Ну, в основном, с нами всегда наш турменеджер, который всегда все переводит там данки, шманки и прочее. О том, куда команда «Махито» поедет в ближайшее время, мы еще с ребятами в течение этого часа непременно поговорим. Кстати, скажу, что в контакте страны «ФМ», дорогие друзья, есть публикация, которая посвящена визиту «Махито» на страну «ФМ». Вы можете оставить вопрос, и до конца часа я этот вопрос задам. Ну, а сейчас мы вспомним о том, что у нас не только разговорная, но и музыкальная программа. С чего начнем? Ну, пожалуй, начнем с песни, с которой началась группа «Махито». Я так ее называю. Наша самая такая лиричная, романтичная «Слезы солнца». Так просто все понять и заново начать. Так просто любить и уходить, все снова повторить. Так просто и музыка в ночи для нас звучит. Так просто. Твой взгляд в последний раз здесь и сейчас. Так просто помнишь, как она смеется, когда увидит слезы солнца. Свет утренней зари. Я встану, как она смеется, когда увидит слезы солнца. Свет утренней зари. Я встану, как она смеется, когда увидит слезы солнца. Я встану и солнце для тебя достану. Так хочется забыть, но дверь свою закрыть непросто. Забыть твой сердце стук и шепот твоих губ непросто. И боль моя встану, как она смеется, когда увидит слезы солнца. Свет утренней зари. Я встану, как она смеется, когда увидит слезы солнца. Свет утренней зари. Я встану и солнце для тебя достану. Что у вас на него запланировано, вы рассказываете, колитесь. В ближайшее время, а именно в марте, у нас выходит мощнейший трек с группой Марсель. Совместный трек с группой Марсель. О чем вы хвастались уже в инстаграме, так, правильно? И, значит, песня будет называться «Делать тебя счастливым». Чья песня, кстати? Ну, это наша совместная. Нет, наша была. Вы написали, Степе предложили, Степа говорит «А давайте». Да. Причем, как бы, решили сделать, что эта песня будет не только таким, скажем, прям прямым текстом «Делать тебя счастливым», но мы немножечко хотим, условно говоря, под нее такую акцию запустить, чтобы, скажем так, расширить формат песни до «Делать тебя счастливым», условно говоря, чтобы это, скажем так, распространялось на… Социальное явление стало. Социальное явление, правильно. Тонко подметил. Классно сказал. Так, ну, давайте немножко расширим, может быть, еще что-то расскажете. Это что, люди как-то могут участвовать в этом? Вот как? Вот сейчас мы прорабатываем, условно говоря, механику и то, как мы это будем делать. Но, условно говоря, фишка будет такая, что покажи, как ты, условно говоря, можешь сделать кого-то счастливым, и мы сделаем счастливым, ну, мы со своими партнерами, которых мы сейчас ищем, сделаем счастливыми тебя. Такой круговорот добра в мире, да? Да, 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 условно говоря, вот, например, парень захотел сделать предложение своей девушке, да, и он, как бы, знает о нашей, ну, о нашей акции, например, и он, как бы, ну, что, разве сложно взять телефон, попросить друга, который, например, в тот момент, когда парень решил там на девятый этаж или на пятый подняться на автовышке с кольцом в руке, и друг этот, например, его какой-нибудь ближайший, там, снимет это на телефон, и потом они все это выложат под хэштегом «делать тебя счастливым», ну, как мы придумаем, как-то все сделать. Ну, не обязательно так сложно, конечно, можно просто там, не знаю, родители дарят собачку, ребенку своему, да, и снимают этот момент. В общем, насколько я понял, у вас готовится классный трек вместе со Степой и с командой «Марсель». Yes. И потом под это что-то будет интересненькое, о чем вы расскажете тогда, когда уже выйдет песня? Ну да, то есть сейчас пока примерно чуть-чуть приоткрыли кулисы. Ага, затравочка. А песня когда выйдет? Примерно в середине марта. Середина марта. Мы это ждем с нетерпением. Что касается ваших выступлений, я так понимаю, что вы теперь в России где-то будете выступать в ближайшее время. Рассказывайте. Да, сейчас у нас такой небольшой тур. По России. По России, ну, как бы в Крым. Мы едем в Крым. Да, то есть у нас сейчас три или четыре площадки. Три, да? Три площадки в Крыму будет мы там поколесим. Потом, конечно же, Сибирь. Вообще давно уже не были. Любите Сибирь? Иркутск, Ангарск, Улан-Удэ. Улан-Удэ, слушай. Мы только буквально вернулись с Перми. Ну, как бы это немножко разные вещи, но тоже холодно. Скажи, пожалуйста, сделали ли тебя уже почетной жительницей Энгельса? Было ли такое? У нас еще ни одного концерта там не было. Ты знаешь, да. Ну, вообще я очень люблю, конечно, этот город и всех жителей. И Саратов, да. И Саратов, да. То есть, ну, как бы, по большому счету, это одно и то же. Да, мосты, и, собственно, вот они, два города. Вот. Но почему-то... Ну, во-первых, начнем с того, что это маленький город, и там нету действительно вот таких вот больших ночных клубов, куда бы постоянно привозили артистов. Саратов? Саратов, да. Саратов, да. Но мы говорим об Энгельсе. Если брать конкретно Энгельс, то мы уже несколько лет ведем переговоры с разными организаторами, и никто нас никак не может доставить. Даже на день города не приезжаете. Да, да, в том-то и дело. Мы же там были на выпускном только. Мы были в Саратове на выпускных. То есть это был городской концерт большой от правительства, посвященный выпускникам. И все на этом. Там было много артистов, там были мы, ребята, М-бэнд. Ну, да, это сборный был концерт, Солянка. Мы там всего пели, по-моему, три или четыре песни. Пять. В общем, у ребят все контакты в интернете есть. Дорогие друзья, дорогие организаторы, обращайтесь. Сейчас у нас следующий музыкальный номер. Что это будет? Так, ну что, ну давайте посвятим песню прошедшему празднику, Дню всех влюбленных, быть рядом. Любите, будьте любимы, всем тепла. Хочешь, у небес попрошу для тебя, для тебя, чтобы никогда не терял ты меня. Ты меня И сделать остановку Мне нужно лишь на несколько минут И жить, как киноплёнку Не отмотать, пока тебя здесь ждут Быть рядом Быть рядом с тобою Быть рядом с тобою За каменной стеною Быть рядом, быть вместе Без зависти и лести Быть рядом с тобою И слышать шум пребоя Быть рядом, быть вместе с тобою Наступает время любви От земли до земли Видишь, как плывут в облаках Корабли 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 И нашими мечтами Увидеть, как рождается любовь И ветер с парусами Наполненных надеждами И вновь Быть рядом с тобою За каменной стеною Быть рядом, быть вместе Без зависти и лести Быть рядом с тобою И слышать шум пребоя Быть рядом, быть вместе с тобой Сашенька Стрельцова, Александр Нехворосный Дорогие друзья, это «Мохито» в эфире телерадиоканала «Страна-ФМ» Концертный зал продолжается Ребят, мы заходим в соцсети, читаем про вас и знаем, что есть какая-то секретная группа Что за секретная группа у фэн-клуба «Мохито»? Вот как-то прям, что же за этой дверкой секретной? И почему появилась эта группа? Рассказывайте Сейчас вам расскажу Это называется «Закрытый клуб «Мохито» Закрытый клуб «Мохито» Это сделано для тех людей, кто прямо, скажем так, наши преданные поклонники и слушатели Потому что очень часто, когда мы выезжаем в какой-нибудь город, нам пишут, ребята, нас не пускают, мы не походим по фейс-контролю Почему не пускают? Иногда просто бывают очень пафосные заведения, например, там какой-нибудь, там, вот, Пермь, Облака Государственный Кремлевский дворец Ну, там, как бы, знаете, там такое очень, ну, вот в разных заведениях поступают, а люди хотят попасть, условно говоря Ну, либо оно очень маленькое, условно говоря, там огромные, там, например, депозиты Ну, бывают сложности с проходом И, условно говоря, эти люди нам пишут, а мы, как бы, ну, скажем, тоже такие же наебные рабочие, условно говоря, которые приехали от работы в концерт И эти вещи, конечно же, нужно обговаривать с организаторами заранее Потому что, ну, все там, условно говоря, если клуб небольшой, все, как бы, рассчитано там И продано На определенное количество Да, и просто человек, некуда людей запихать И мы, условно говоря, заранее обговариваем такие-то моменты И вот те люди, которые находятся в закрытом клубе «Мохито», обращаются к нам заранее То есть, ну, как, это одна из опций этого клуба Да Что мы помогаем нашим слушателям попасть на наши концерты Например, там, где-то по возрасту что-то не подходит Мы стараемся, ну, как-то хотя бы с ними сфотографироваться после концерта Побеседовать там Многие очень просто наблюдают, да И не могут, вот нет у них прямого контакта со своим артистом А мы, как бы, хотим дать тем людям, которые действительно хотят общения с нами Мы хотим дать это прям вот так вот Вот, плюс ко всему нам тоже иногда требуется поддержка там Ну, обратная связь, безусловно Да, естественно И поэтому я думаю, что это такой очень полезный ресурс Энергообмен Да, да, для обеих сторон Слушайте, а есть какая-то символика клуба? Может быть, значки, что-нибудь, вот брелоки? Это в разработке пока что Вообще мы планируем еще мерч какой-то, да Обязательно Чтобы дарить там ребятам кружечки Полочки там с мохитовыми какие-нибудь стильные Ну и так далее Это пока все в плане Дарите стаканчики Стаканчики, да Почему нет? Стеклянные, красивые Кружечки, да Кружечки, да Слышечки И как вступить в этот клуб в закрытый? Что экзамен сдаются? А там написано все Там есть четкое описание Не все, может быть, заходили, смотрели Вот в двух словах, скажем Ну, нужно написать там нашему помощнику, администратору, девушку по имени Алена И Алена с радостью откроет двери этого закрытого клуба Но только если там начнут шалить и баловаться, то сразу же дверь закроют Друзья, только для приличных людей закрытый клуб команды «Махита» Для искренних, да Действительно Значит, мы поговорили о том, что вы будете выступать в разных городах нашей страны И, может быть, если пригласят не только нашей Зрители страны ФМ, слушатели, хотели бы понять, что по столицам Москва, Петербург Когда? Вот есть что-то, какое-то понимание? В Москве пока... В Москве все мероприятия, которые у нас есть, они, к сожалению, пока закрыты Потому что это в основном корпоративные площадки Вот, а что сказать о Санкт-Петербурге? Тоже, конечно, ведутся переговоры, потому что давненько мы уже там не были Но пока нет прям конкретной даты, но надеемся весной, ближе к лету Все-таки удастся попасть туда с гастролями Слушайте, а где бы хотели выступить? Вот прям вот, ну, есть такое жгучее желание В Олимпийском В Олимпийском, но это Москва, я не имею в виду концертную площадку Город, по-моему, где вам самим интересно, вот любопытно, может быть Ну вот, если взять страну У нас велись недавно переговоры с Новой Зеландией Но, к сожалению, там просто не удалось договориться с площадкой Там просто какие-то дикие вообще арендные цены назвали для организаторов Которые как бы вот уже прямо на стадии обсуждения Должны были ехать мы и братья Гримм, наши коллеги Вот, и там, ну, перенеслось Не на определенный срок, но, в общем, они горят, хотят Потому что очень хорошие статистики у нас в Новой Зеландии, в США Много русскоязычных станций поддерживает мохито Вот, наверное, вот эти две страны, куда мы очень хотели бы Еще Австралию, не забывай Ну, там у нас тишина Вот именно где нас слушают, где есть какие-то цифры, статистики Вопрос был в том, где вы хотите Хотим везде, начиная от Китая, заканчивая Австралией Ну, такие немножко экзотичные страны ребята назвали Спасибо В 2015 году мы были счастливы увидеть альбом мохито Сейчас Было в 15-м На минуточку я вам сообщаю, что уже практически март 18-го Что у нас по пластинкам? Давайте к директору, к худруку Кто ответит? Да я могу тоже ответить Ответь уже На самом деле у нас сейчас ведется прям большой процесс рабочий по созданию нового альбома И мы очень хотим успеть его создать до лета Почему? Ну, потому что мы хотим устроить большой московский концерт группы мохито Устроить презентацию этого альбома И сейчас как бы рано пока что говорить о том, успеем мы или нет Но, тем не менее, как бы все знают, что цель у нас такая стоит И мы и стараемся все успеть Просто вот некоторые артисты выпускают альбомы, ну, каждый год стараются Или синглы выпускают Ну да, да, то есть у нас просто именно к группе уже на самом деле 7-8 лет Ну не говори, ну давно Много лет И по факту у нас только один альбом Хотя, ну, как сказать Песен много Хотя песен много, да То есть мы очень к альбомам подходим очень и очень скрупулезно И процесс настолько творческий, как бы, что от этого он затягивается Мы долго делаем песни, да, мы долго делаем песни Но от этого, как бы, они получаются как хорошее выдержанное грузинское вино Молодец У нас сейчас какой выдержки будет песня? Какой крепости? Расскажите, что это за трек А вообще, что споем? Так, сейчас мы, пожалуй, споем Саня, давай моменты Это 17-й год Давайте, Саня, свежачок Свежачок под гитарку Ловим моменты на стороне FM, ребята Включаем погромче Поехали Забыла о том, о чем не хотела Ей, у счастье и срок Молодец Поехали на стороне Минуты И заболела, но не от простуды Ловлю моменты, твои комплименты О дыхании ветра, оно безответно Ловлю моменты, твои сантименты И понимаю, тебя не хватает Холодным взглядом тебя провожала Эй, ты не понимал, отчего я бежала Когда он ушел, я считала минуты Но немного вина и разбитой посуды Ловлю моменты, твои комплименты О дыхании ветра, оно безответно Ловлю моменты, твои сантименты И понимаю, тебя не хватает Ловлю моменты, твои комплименты О дыхании ветра, оно безответно Ловлю моменты, твои сантименты И понимаю, тебя не хватает Ловлю моменты, твои комплименты О дыхании ветра Ловлю моменты, твои сантименты Браво! Мохито делает этот вечер на телерадиоканале Страна ФМ по-настоящему романтичным и волшебным Ребята, огромнейшее спасибо! Мы по традиции в нашем эфире телерадиоканалы Любим не только слушать песни, но и смотреть клипы У вас получается делать и музыку, и видео Расскажите, на 2018 год Что-то запланировали такое из видеоработ? Давайте Ну, вот как раз-таки на трек «Делать тебя счастливым» с Марселем сейчас у нас Готовится такой, скажем так Видеоряд Интеллектуальный Ну, пока не будем мы раскрывать Нет, нет, я не согласна, Саня В общем, да, мы будем снимать видеоклип К этому новому треку, к билету с Марселем Обязательно он всех должен удивить Я надеюсь, что мы как бы сможем воплотить в жизнь наши задумки Идеи, да, да Самое сложное будет это вот воплотить в жизнь идеи Ну, я надеюсь, что кроме этого клипа будет еще что-то ваше Вот отдельно, Мохито, да? Конечно До конца года Естественно, естественно У нас сейчас в планах, вот так вот, чтобы раскрыть карты Немножечко приоткрыть Немножечко, давай Команда, с которой мы работаем, вот И мы садимся, слушаем, спорим Даже можем ругаться Ну, каждый отстаивает свою точку зрения Мы с Сашей как авторы, тем более Все очень субъективно, понимаете Музыка, вот опять-таки, да, как попасть в точку Поэтому и хочется побольше треков выпускать Чтобы одной аудитории заходит одно, другой другое Друзья, после этого специфического глагола заходит Мы сейчас сделаем небольшую паузу У нас зайдет необходимая информация Оставайтесь в компании Страна ФМ Концертный зал Дорогие друзья, Сашенька Стрельцова и Александр Юрьевич Нехворосный В гостях у телерадиоканала Страна ФМ Это команда Мохито, которых мы обожаем И счастливы, что они нашли время и сегодня на Стране ФМ Ребят, не только талантливые в плане музицирования, но и сочинительства Вот расскажите, как у вас вообще рождаются песни И бывает ли такое, что, например, кто-то один пишет музыку Кто-то другой пишет на эту же песню стихи Как у вас устроен творческий процесс в организме Мохито? Ну, вообще, так как с Аней мы всегда Мы сошлись, в принципе, на том, что мы на одной волне На творческой, музыкальной У нас похожий музыкальный вкус Ты можешь ее как-то, вот эту волну охарактеризовать? Охарактеризовать? Да, что за волна такая? Это эстрадная, лиричная, сентиментальная, романтичная такая волна Это мы сейчас про песню Мальдивы говорим? Ну, а Мальдивы, между прочим, тоже туда входят Ну, не считая припева Ну, куплет, он же такой, как бы, ну, там со страстями Там, да, там жизнь Там жизнь Там драма Драма целая Ну, как бы, я не говорю, что все прям под одну Да, но, тем не менее, у нас очень похожие мысли всегда И поэтому я могу написать там Саша может дописать что-то, дополнить Он может написать, я что-то там дополню То есть у нас такой совместный процесс идет, рабочий в плане творчества Вот, ну, что еще надо было там сказать? Ну, есть такое, что ты пишешь, например, музыку, Саша пишет стихи и наоборот Да, 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 бывает такое, что есть, да, музычка Ну, как бы, это не прям вот прямо он написал мне музыку, скинул, я пишу текст Нет, это бывает там задумка, там, например, четверостиши с каким-нибудь там мотивчиком А я там все остальное дописываю или наоборот Это, в общем, по-разному Ну, чтобы ты написала песню, хитовую песню, что должно происходить? Может быть, ночь, звезды, кружка чая, уютный плед или наоборот, бурная река Ты плывешь, там, что-нибудь такое, знаешь, экстремальное Как у тебя происходит? Ты знаешь, как бы, не обязательно иметь что-то вокруг, да, когда есть фантазия То есть это, все это можно построить и создать у себя в голове Самое важное, это, наверное, когда ты не вымучиваешь это Вот, знаешь, бывает такое, что ты садишься там за работу, думаешь, блин, что ты делаешь? Не без строчки Да, 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 напрягаешься, в общем А хиты, я считаю, рождаются, когда вот ты проснулся, например, и вот она мелодия у тебя там в голове звучит И ты садишься быстрее там, или ты идешь там в метро, например, поешь Что ты делаешь? Я сразу достаю телефон, у меня уже прям рефлекс такой Если откройте мой диктофон, да, то у меня там миллион уже, да, там, наброски, там, просто мотив, там, текст и так далее И вот все практически такие прикольные песни, которые ко мне приходили, они приходили вот так вот, оп, спонтанно Как будто связь с космосом, как будто вот по ниточке спускается, что-то, опа, я уже слышу эту песню Кстати, один трек у нас есть такой, не беги Я реально с этим треком проснулась У меня прям, не беги от меня, и я такая думаю, блин, быстрее, быстрее, телефон хватаю, записываю, потом на гитаре, и вот, потом, пожалуйста Ты, кстати, на гитаре сочиняешь? Как у тебя происходит? И вообще, как бы, мой инструмент изначально, я заканчивала музыкальную школу по классу фортепиано, но гитара — это такой инструмент, который, ну, музыкант должен, мне кажется, владеть хоть немножечко Я три аккорда знаю, но мне уже нравится, как они звучат Но после фортепиано, когда ты знаешь всю гамму, все сольфеджио прошло Главное — слышать, да, то есть тут главное слышать Конечно, я сейчас занимаюсь с педагогом, то есть решила все-таки усовершенствовать свои навыки Гитару? Да, прям на гитаре Шестиструкция классическая Пришлось отлить все ногти, конечно, очень жаль Зачем, скажи, для себя, или вы вдвоем потом с Сашей с гитарами садите? Нет, вот лопать будем как камболь Вот это для себя, вот даже иногда хочется подснять что-то для своей аудитории, да, ребята, смотрите, я на гитарке там, сейчас вам спою, а вот, ну, нет, ну, непрофессионально, вот так вот корявенько, ну, не люблю, я люблю все доводить прям, ну, конечно, звучание хочет просто Конечно, идеал — это единица недостижимая, но, тем не менее, стремиться, конечно, к нему необходимо У нас сейчас следующий музыкальный номер, что это будет за трек и по какой ниточке она спустилась? Кстати, можем не беги, Сань, хочешь? Давай не беги Давай вот это Вот прям не беги Пока горячо, да, как говорится Со скоростью ветра сто километров в час Я собираю брызги из-под колес Я собираюсь снова начать с нас И тысячу раз отвечу на твой вопрос Не беги от меня, я побегу за тобою Я сначала начну с себя, я стану другой Но не беги от меня, опять мой самый хороший Как бы ты не хотел, я тебя не брошу Я тысячу раз скажу, нет сомнения И двадцать четыре часа целовать тебя буду Мне просто нужны твои прикосновения И я поняла, что наша любовь это чудо Не беги от меня, я побегу за тобою Я сначала начну с себя, я стану другой Я стану другой Но не беги от меня, опять мой самый хороший Как бы ты не хотел, я тебя не брошу Ни за что никогда Не убегайте из нашей компании, дорогие друзья Концертный зал продолжается У нас сегодня в гостях команда «Махито» Мы также не убегаем от процесса создания песен И вот наш эфир украшает произведение под названием «Мальдивы» Еще раз неустанно говорим вам за него большущее спасибо Песня потрясающая, клип очень красивый И вот, ну, собственно, хотелось бы вот о чем спросить А будет ли что-то про наш юг написано? Ну вы же отправляетесь, например, в Крым Что-то вот сочинится такое, как вы думаете? Ну вообще есть уже наброски, честно говоря В моем диктафоне Серьезно? А Саша не знает? У меня, ну, во-первых, я уже давно мечтаю написать песню про Черное море Ну, слушайте, вот этот чёс в конце сезона Или в разгар сезона по курортам Краснодарского края или Крыма Никто его не отменял, ребят Вот просто я уверена, что все, кто был в Крыму Или, ну, берем даже вот Сочи, да, Адлер То, что чаще... Наш юг Да, наш прям, совсем наш юг И вот, вы знаете, я просто много раз там была И вот идешь по набережной, например, в разгар сезона И что-нибудь там... Да, какой-нибудь Хоп Хэй играет И когда я сажусь писать, значит, и у меня там мотивчик, всё Черное море А потом Хоп Хэй На стереотипы В общем, да, меня прям переключает на какую-то вот эту гармонию нашинскую, прям, такую русскую Немножко ты ваингу хочешь Да, под шансон начинаю косить И думаю, господи, что со мной, что со мной И, ну, вот сейчас уже, наверное, к 18-му году После того, как уже прошла Олимпиада Да Уже немножко мысли выравниваются, скажем так Уже всё более современный, более молодёжный город Сочи у нас стал, да, Адлер Всё там вроде как бы... Я думаю, что в этом году удастся написать что-нибудь такое интересное К тому же, если уж есть какие-то у тебя задумки Мы тебе желаем, чтобы всё действительно получилось И с таким же прекрасным клипом Кстати, вот, что касается клипа «Мальдивы» Кто снимал, кто придумал вообще? Сами снимали или кого-то приглашали? Нет, у нас, конечно же, был приглашённый режиссёр Якименко Владимир Владимир Якименко Как бы, в целом, у нас уже была готовая задумка под этот клип Потому что там долго думать не надо Там всё очень очевидно Устроила Мальдивы Устроила Мальдивы в своей квартире То есть мы так и хотели донести, как бы, что Не обязательно ехать в дорогостоящие путешествия, да, за 3-9 мл А можно вполне себе сделать тематическую вечеринку дома Вот, если уж очень грустно Тем более под Новый год Ну, и, значит, Владимир предложил нам такой вариант Типа устроить комнату Если вы заметили, как бы, то у нас есть фишка в этом клипе Просто тупостатичная камера, которая снимает всё подряд Да, то есть нету какого-то там движения Ну, это же в квартире Да, да, то есть вот она, эта камера И мы там что только не делали То есть, ну, совершенно потрясающе прошли съёмки Очень позитивно И это чувствуется? Мы там вот прям плакали Некоторые ребята, которые танцевали там Вот настолько они смешны И вот прям в камень дорога Где отдыхать-то любите? Там? О чём поёте? Такой вопрос с подвохом Ну, почему нет? Я обожаю Азию Практически Расскажи, что именно и почему? Ну, в первую очередь За погоду За климат За жару Потому что я целиком полностью летний человек Я зиму с трудом переношу Прям с трудом В этом году я хожу в шубе Поэтому переношу гораздо лучше, чем в прошлом Мне действительно Мне правда вот теплее Я не знала, что Может быть тепло зимой С детства как бы вот Не понимала, как можно любить зиму Но вот сейчас как-то спокойно Всё-таки я люблю жару Я очень люблю зелень, природу Я люблю тёплое море И вот этот вот шум прибоя Когда ты просто можешь закрыть глаза И всё И у тебя там уже и песни, и фильмы, и романы Ты уже пишешь, сочиняешь, создаёшь В общем, это Я думаю, что для каждого творческого человека Это, ну, да В скором времени в твоём инстаграме Посещение какой страны отразится? Оно уже было недавно Ну, вообще, я очень хотела в этом году попасть в Грузию В Гудаури Это курорт горнолыжный Я потому что осваиваю сноуборд вот уже какой год Ну, нет, я уже катаюсь так нормально То есть я уже не буду в хвосте Но, тем не менее, пока у меня не позволяет Вот график, там очень много работы Может удастся на пять денёчков туда сгонять Может, нет, посмотрим На инстаграм, конечно, всё это отразит нам, правильно? Естественно Спасибо У нас сейчас следующий музыкальный номер Команда «Мохито» и трек под названием «Мальдю» Думаешь, я твой враг, думаешь, предала Я просто на скорости вниз сорвалась Мечтаю достать до самого дна Думаешь, спину нож Это так просто, что ж Уже не больно, любимый мой Видеть тебя с другой Я самая счастливая в мире Устроила Мальдивы В своей квартире И чувства за милостниками И больше мы не мы, это всё не с нами Я самая счастливая в мире Устроила Мальдивы в своей квартире И чувства за милостниками И больше мы не мы, это всё не с нами Это всё не с нами Это всё не с нами Думаешь, прячу взгляд Думаешь, испарюсь Но не случается всё просто так Не обернусь уже и я не вернусь Думаешь, я твой враг Игры затеяла Любовь за минуту рассыпалась в прах А я ещё думала, я ещё верила Ага-га Я самая счастливая в мире Устроила Мальдивы в своей квартире И чувства за милостниками И больше мы не мы, это всё не с нами Я самая счастливая в мире Устроила Мальдивы в своей квартире И чувства за милостниками И больше мы не мы, это всё не с нами Это всё не с нами Это всё не с нами Ага-га-га М-м-м-м-м's Прекрасная песня для девичьих посиделок Ну, с подругой, например, если что-то где-то Если он уже не приходит Под то самое Но грузинское вино Да, кстати, почему нет? Саша, мы в твоем инстаграме посчитали, что ты очень любишь путешествовать с семьей. Ты был на Кипре, все правильно? Да. И расскажи твои впечатления, и куда в следующий раз махнешь. Прекрасные впечатления от Кипра. Тоже нравится климат, еда. Не нравятся цены, но это опустим. Какая-нибудь глупость в магазине, какие-нибудь дурацкие тапочки могут стоить. Как будто бы они, знаете, продаются в цуме у нас. Ну, что там еще? Там все понравилось. На Кипре есть офигенное такое блюдо, которое всем советую попробовать. Называется клевтика. Это такое мясо, то есть на кости. Ты была на Кипре? Я тоже была. Может быть, даже в это же время. Я ела там невкусный греческий салат, что странно. Но вот это мясо, оно такое полностью разваривается. Какой-то холодец, когда варят у нас, наши русские ребята. И вот прямо аж так слазит это мясо, но оно на кости, и прям подается такой портие. Кусок мяса такой на кости. Очень вкусная штука, советую. И пока вегетарианцы сейчас встают из глубокого обморока, я хочу спросить вас, творческие люди. Понятно, что вы пишете, понятно, что вам необходимо какое-то вдохновение. Что вы слушаете сами? Ну, например, когда в отпуск отправились, что у вас в плеере играет? Что это за музыка или ваша, или чьи-то еще? Расскажите вот об этом. Ну, в мой плейлист обязательно входит несколько артистов. Они зарубежные. Это Бьонси обязательно, певица Сия. И Эд Ширен. Вот эти три человека, они прямо вот... Очень голосистые девушки такие. Да-да-да, очень голосистые ребята. Ну, и, конечно же, в последнее время я люблю слушать классику. Кого именно? Что-нибудь из Бетховена, например. Да-да-да, что-то такое прям, что... Прям парализует. Но это нужно под настроение, не всегда. Вот, а я в основном слушаю... Ну, в машине у меня играет джаз. Очень, очень не расслабляет. Вот, в самолетах я, естественно, слушаю что-то свое. И, ну, в смысле, наша, мохитовская. Потому что сразу же там провожу какую-то работу над ошибками. Либо что нужно сделать, доделать. Ну, в общем, продумываю стратегию, скажем так. Прослушивая демки. В основном демки сижу в самолетах, слушаю. Как-то пытаюсь убить время в самолетах, спать не очень получается. Вот, а так... Для души... Уже сложно сказать, настолько ты уже как бы с мужикой завязан, что... Все подряд идет. Да, то есть как бы просто тыкаю радиостанции туда-сюда. Что-то нравится. Но в основном это джаз. У меня джаза и сыграет. Все спокойно, все хорошо. Скажи, пожалуйста, будет ли что-нибудь такое вот приджазованный или джаз? Нет, нет. Вот здесь, в мохите. Ну, как эксперимент или что-то такое. Нет, у нас такого не планируется. У нас... Мы хотим сделать такой... И посмотрел на Сашу. Мы хотим сделать такой эксперимент, что все наши треки записать, например... То есть выпустить отдельный альбом всех треков просто с живыми музыкантами. Вот в лайв как бы режиме. То есть мы будем играть, петь. Все это будет записываться на дорожке. И потом мы все это сведем. И хотим вот выпустить такое. Акустика без электричества. Без электричества, да. Это когда примерно? Или это просто... Ну, вот как бы посмотрим. Потому что 18-й год обещает быть плодотворным. И поэтому надо по максимуму развиваться. И нужно воплощать свои смелые идеи. А это, я считаю, такая достаточно смелая идея. С учетом нашего направления. Это большая команда будет, кстати, скажи. Или такой небольшой, может быть, человек 3-4. Нет, ну не 3-4. То есть в общей сложности должно быть... Сколько? Две гитары. Две гитары. Бас-гитара. Барабаны. Две клавиши. То есть вот это обязательно. 5 человек. Может кто-то будет с бубном стоять. Или с шейкером, да. А вообще прикольно было бы еще поэкспериментировать, например, с симфатическим оркестром. Чтобы было у нас... Ну это вообще, это прям улет, да. Это классно. Ребят, я желаю, чтобы вот эти планы ваши были осуществлены. Прикладывайте к этому усилия. Ну и не будем забывать, что кроме нот, вы пишете еще и красивые слова, стихи. Здесь, где берете вдохновение. Что-то читаете. Ну в книгах, да. Что, может быть, прочитали в этом году? Что любите перечитывать? На чем росли? Вот что вас сформировало? Я в этом году вдруг решила перечитать всю школьную классику. Вот. Начала с Обломова. Что чисто... Вот меня просто это крайне удивило, это произведение. Я его совершенно не помнила. Я не знаю, как я в школе его проходила, потому что я вообще не помнила абсолютно сюжет. Я просто помнила, что там был мужчина, который лежал... Илья Ильич, да. И лежал на диване. И когда я прочитала вообще вот, в принципе, это произведение, ну он вот вообще вот... И надо обязательно перечитывать всю нашу классику. Сейчас я на Достоевском остановилась, читая произведение под названием «Бесы». Пока мой мозг вообще в огне, так назову это. Но Достоевская, он такой, да. То есть не каждому зайдет, но в этом что-то есть. Какая поэзия заходит тебе очень хорошо? Цветаева. Это вообще мой гуру. Вот. Ну, вообще очень прикольно, кстати, я заметила недавно, открыла для себя, находить поэтесс и поэтов в Инстаграме. То есть они пишут свои стихи и исполняют. Юле Соломоновой большой привет. Она сейчас нас, скорее всего, слушает, смотрит. Да, да, абсолютно. Юлечка, потрясающе. Меня это реально вдохновляет. Я очень благодарна этим людям за то, что они создают такой контент, который вдохновляет нас, как бы, людей. Не только обычных людей, но еще и нас, творческих. Да, это очень круто. Дорогие друзья, о том, что читает своему сыну Марку Александр Юрьевич, мы узнаем чуть позже, а также, что он сам читает. Сейчас у нас время музыки. Так, и я думаю, что пришло время. А мы? Нелюбимый. В комнате, где нет дверей Каждый день идет по кругу То любовь еще сильней То больше ненависть друг к другу Там, где за руку держала Где была необходима С поля боя ты бежала Твоя гордость победила Но я должна была понять Надо построить, чтобы все сломать Чтобы все сломать Нелюбимая, мой ангел Жить бросает бумеранги Так высоко Так высоко Думано сбежать Но сердце Зажигает килогерцы Так нелегко Тебе терять нелегко Не забуду никогда Как целуешь мои руки Все красивые слова Как мы твоих нот и звуки Все теряем навсегда Я тогда еще не знала Хуже не о чем тишина Опустившего вокзала Но не смогли мы все решить Как без тебя мне Этот день прожить Как мне с этим жить Нелюбимая, мой ангел Жить бросает бумеранги Так высоко Так высоко Думано сбежать Но сердце Зажигает килогерцы Так нелегко Тебе терять нелегко Нелюбимая, мой ангел Жить бросает бумеранги Так высоко Так высоко Думано сбежать Но сердце Зажигает килогерцы Так нелегко Тебе терять нелегко Я Я Нелюбимая Нелюбимая Концертный зал Друзья, Махита Сегодня в гостях Вот телерадиоканала Страна ФМ Мы говорим сейчас О литературе Между прочим И давайте спросим Александра Юрьевича Что он читает На чем рос Может быть поэзия Проза Да Вы правы Я читаю Последнее время Я читаю сказки Своему сыну Марку Ему три с половиной года Вот Это такие значит Поучительные истории Муйдадыр Глупый мышонок Умный мышонок Вот Потом значит Три друга Про собачек Ну Разные стихи Самый Маршак То есть мама Не читает Не Мам читает Мы по очереди читаем Смотря кто укладывает Вот То есть исключительно на ночь Да? Ну на ночь Но в основном Я на ночь читаю Насте Может днем Что-то ему почитать Скажи пожалуйста Какие-то вот Способности к музыке Уже Отмечаешь у Марка Да Стремление Взять папину гитару И настроить на свой лад Он поет нашу песню Я не могу без тебя Молодец Он поет первую строчку От одной песни Я не могу без тебя А потом Поет ловлю моменты И причем другие Ну то есть мелодию Одну поет Я не могу без тебя Я не могу без тебя А потом поет кусочек от песни Ловлю моменты Вот как-то он поженил эти песни Есть ли у тебя вот желание Чтобы он тоже занимался музыкой Как ты в этом плане? Мне кажется что сейчас Насколько я сейчас вижу С его сыном Он наверное больше Больше предрасположен к спорту Ну с другой стороны Папа по образованию Извините меня Преподаватель физкультуры Физрук И может быть он станет футболистом Может быть футболистом Может быть еще кем-то Сейчас попробуем начать Начать хотим с гимнастики Да Ну музыка нужна для Скажем так Для души И для того чтобы Скажем Показать свою такую Образованность Образованность Да Немножко может быть нежность какую-то Там когда с девушками Определенная грань души Саш Ну а так вот Для себя Что-то может быть Стихи какие-то Взрослые книжки Я последнее что читал Это наш современник Ренат Валиуллин Очень мне подсказал Много разных Прикольных Для словесности Да Ну да Поэзия Классика Что у тебя здесь Как У меня вообще мама библиотекарь В школе Вот Но я настолько не любил Литературу Потому что с детства Мне вот эти книги Тоннами Просто Вот судьба так с тобой Подшутила Что твоя профессия Стала складывать Слова Да И смысл Вот И я как бы Очень не любил В школе литературу Не любил музыку У меня как бы Был приоритетный урок Физкультура А потом мне нравилась история Что посоветуете Ребят Начинающим музыкантам Ну может быть Которым сейчас Летом по 15-16 вообще Как быть Ну что советуем В это время Да Но с высотой вашего опыта Уже Все-таки Вы уже знаете Как Что в этом шоу-бизнесе Ребят Ну если кто-то из вас Оценивает себя Действительно То что всю жизнь Он готов связать С музыкой Да И с творчеством То единственное Что я вам посоветую Это никогда Не опускайте руки Перед своей целью Как бы Жизнь не трепала И как бы вы Больно не падали Помните Что всегда Есть выход Из любого положения Из любой ситуации Вы всегда Обязаны Просто перед самими собой Встать Отряхнуться И взлететь до небес Мы всем Этого желаем Спасибо Это очень правильно Очень мотивирующе Написали нам Зрители и слушатели Евгений Хайкара Пишет Планируете ли вы Акустический альбом Но это мы уже Сказали Уж больно шикарно Евгений отмечает И Ирина Грещенко Пишет Добрый вечер Расскажите о самом Оригинальном подарке Которую вы когда-либо получали Кто начнет Саша Хотите я расскажу Какой у меня был вчера подарок Конечно хотим Это было так миленько Вообще То есть Ну Я не буду говорить Про шарик В виде сердца Да Это может быть банально Для кого-то Но он был вот с такими руками Как обнимашки Такое сердце Они были живыми и теплыми И шли Но нет Они были надутые И невесомые И холодные Да Но это было очень Потому что это сердце Оно размером с меня было И потом меня ждал подарок То есть это был красиво Упакованный подарок Там с бантиком Я вообще понятия не могла Что же там лежит Я его в общем дербаню Хотела сначала аккуратненько Потом раздербанила И там такая белая коробка Думаю Так Как растянуть это удовольствие Открываю А там целая коробка Моих любимых сырков Я не знаю Можно называть марку Но лучше не надо А в общем Это такие зелененькие Пятипроцентные сырочки В молочном шоколаде С творожком Я их очень люблю Их редко где найдешь В каком магазине Но это была целая коробка Понимаете Сколько Счастья Полные штаны Это был знающий человек Знающий подарки Что поклонники На концертах дарят Ну может быть Какие-то оригинальные вещи были Ну чаще всего Все банально Это цветы И так далее Одна женщина Однажды Причем женщина Уже Ну лет там Тридцать шесть Вот так вот Она подарила нам Сане солнце Такую Мягкую игрушку В виде солнца На ней были Разные значочки А это было в ангарске Насколько я помню И она сказала Что Это солнце Символизирует вашу песню Слезы солнца То есть это было Очень оригинально Я считаю Спасибо ей огромное И большой привет передаем Следующая песня Она уже финальная Будет песня В нашей программе Что это будет За произведение Это одна из самых Наших душевных песен Мы вообще Социальных Да-да-да Она очень социальная Просто хочется Чтобы в каждом доме Было добро Любовь Спасибо И чудеса Мохито Поехали На стороне Не сделай этот Первый шаг Ну оглянись Ты увидишь все В твоих руках Ангелы Так часто Появляются Среди людей Их теплом согрей Сделай мир добрей Это так прекрасно Ангелы Ангелы Влюбляются В людей Оглянись Скорей Их теплом Согрей Я попрошу У солнца Капельку Тепла И чтоб Любовь Мою Хранили Два крыла Я попрошу Всего Лишь Несколько Минут Услышать Как Молитвы Ангелы Поют Ангелы Так часто Появляются Среди Людей Их теплом Согрей Сделай мир Добрей Это так Прекрасно Ангелы Влюбляются В людей Оглянись Скорей Их теплом Согрей 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 2018 Год Оно Непременно Сборится Потому что Вы светлые люди У вас Грандиозные Правильные Добрые планы И чтобы Все вот это У вас Обязательно Было Воплощено В жизнь Спасибо Что вы пожелаете Тем людям Которые Собираются На ваши Концерты Которые Смотрят Плохие 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 Новости Побольше Видеть Что происходит Вокруг И уделять Внимание Своим Близким И родным Просто Больше Любви Пусть будет В жизни У всех Ты как Позитив В себе Сохраняешь Вот это Солнышко Что для этого Необходимо Я просто Улыбаюсь Сначала Это может Быть Натянуто Но очень Быстро Это перерастает Психосоматика Да Мне включается Такая волна Позитива То есть Я могу Например Рыдать И тут Я улыбаюсь Слезы Катятся В этом улыбасе Если я посмотрю На себя в зеркало Вообще смешно Становится Вот Так что Обязательно Улыбка Спасает Всегда Спасибо Спасибо Дорогие друзья Мохито В концертном зале Мы вам аплодируем Спасибо И до новых встреч Ребят Спасибо Вы молодцы Мы вас любим Счастливо Пока